Привет, я Эрик Шоков и сегодня я готов презентовать нашу новую карту для режима Among Us на Сабиршоке. Она будет называться Palace. История создания этой карты началась 19 января. Мы нашли на просторах ютуба очень интересный ролик. Там был рассказ про некий дворец, который нам очень сильно понравился. Его архитектура, масштаб и интерьер просто восхитил нас. Мы решили воссоздать этот дворец в игре Counter-Strike Global Offensive. По некоторым причинам, о которых вы, надеюсь, догадаетесь, мы не будем использовать эту карту на режимах, кроме как Among Us. Но те задания, которые мы сделали в Among Us, то обновление, которое вы ждали очень долго, оно уже готово. И сейчас я вам все покажу от начала до конца. Пойдем на карту. Экскурсия. Так, прямо сейчас я повернусь и вывезти то, что стоит очень больших денег. Так, я поворачиваюсь. И здесь у нас Аква-дискотека. А это наши Among Us. Здесь вы будете спавниться. Вы не можете, понятное дело, перепрыгнуть, пока не начнется игра. Здесь присутствует ноутбук, нажав на который вы можете поменять свой цвет. Если что, играть можно только если вас шестеро, либо больше. Так, я подтверждаю свою готовность и через 30 секунд игра начинается. Игра начинается. Мы спамимся на Аква-дискотеке в круг. Тут уже есть задание. Тут есть наш флэжовчик. Всем известный бассейн. Тут плавал очень легендарный персонаж. Очень. И нас встречает наше старое задание. Которое выполняется через менюшку. Как вы помните, это не слишком удобно. Но мы это исправили. А как мы это исправили, я вам сейчас покажу. Я буду бегать по карте, делаю вам экскурсию. Ну и плюс показывая наше новое задание. Как они выглядят, как они работают. Проходим бассейн и идем дальше. Здесь у нас ничего не используется. Здесь у нас тоже ничего нет. Так, давайте пойдем дальше. Здесь у нас встречает мистер Гейбен. Идем дальше. Здесь у нас домашний кинотеатр. Красотища. Я не буду говорить вам, какая это комната. Я думаю, вы сами понимаете, о чем речь. Но меня больше интересует вот это вот задание. Ребят, прямо сейчас я зайду на это задание. И вы увидите то, что, наверное, в CSGO ожидать нельзя было. Как минимум, я не ожидал, что у нас это получится. Смотрите, мы подходим к заданию. И вместо того, чтобы тыкать на клавиатуре 3423, мы сделали полностью похожее задание, как в Амангасе. Я нажимаю на Е. И у нас открывается окошко, где вы реально курсорами с CSGO тянете провода и соединяете их по цветам. Как только вы их выполняете, задание выполняется, проценты накручиваются, и вы можете продолжать выполнять другие. Ну, это просто легендарно, правда. Просто легендарочка. Так, идем дальше. Сейчас нас встречают камеры. То есть здесь вы можете следить за всем тем, что происходит на карте. Ой-ой-ой. Не буду я вам палить, что у нас еще есть. Идем дальше. Так, здесь у нас барная стойка. Всем известная. Кальяная. Тут настоящие кальяны. Фиолетово, покрутись немножечко. Молодцы, ребята. Молодцы. Здесь у нас свой личный, собственный театр. Челлаут-зона, где вы можете поиграть в бильярд. И поиграть в настоящее казино. Но будьте с этим аккуратнее, пожалуйста. Проходим дальше. И здесь нас встречает комната развлечения, где вы можете потанцевать на большом экране. Ну и плюс поиграть, опять же, в тотализаторы. Опять же, мы запрещаем это делать. А здесь вы будете чинить электричество, если импостер выберет саботаж на электричество. А, вот, смотрите, они выбрали саботаж. Я подхожу, нажимаю на Е, и это чинится. Так, спасибо, импостер. Спортзал. Опять же, еще одна барная стойка. Ну и понятное дело, центр карты. Он называется Фонтан. Здесь очень удобно играть, потому что есть огромные панорамные окна. Вы можете следить за тем, кто куда пробегает, и кто не возвращается, и делать из этого выводы. Очень позиция сильная, но не забудьте выполнять задание вместе с этим. Ну а сейчас я вам покажу задание, которое мы сделали. Только, ребят, ну честно, скажите, ну это же шикарная карта. Я просто смотрю на это и понимаю, господи, это же ведь просто легендарно. Это так выглядит красиво и дорого. А, убили прямо на фонтане, вам не стыдно? Прыгаем, нажимаем на Е, и у нас появляется обнаружен труп. Начинается голосование. Мы сейчас можем общаться в CSGO. Это легендарно, потому что даже в Among Us официальном нет голосовой связи. Я подозреваю, что здесь импостер кто-то из нас. Ага. Не, похоже на Розового, он дает намеки, что это он. Давайте Розового кикать. А, мы ошиблись. У нас появилась информация, кто импостер, поэтому сейчас я нажимаю на экстренное собрание, и мы кикаем Оранжевого. Он пытается спасти свою шкуру, но мы не сможем ему дать это сделать. Потому что мы знаем точно наверняка, что это он. Оранжевый был выброшен из игры, и импостеры проигрывают. А где... А вот, победа членов экипажа. Вот такие вот дела, друзья. Мне кажется, это гениально. Слушайте, понятное дело, я сейчас вам показываю обучение по Among Us. Я делать это не должен, потому что вы уже так уже это все знаете. Но это все-таки для тех, кто не в курсе. Я думаю, если вы поиграете хоть часик в этот Among Us, то вы поймете все от начала до конца, как это работает. Мы сделали все очень просто, и все очень интуитивно понятно. Одно из немногих заданий. Название связано с бензином. Вы нажимаете на Е, держите кнопку, и оно заполняется. Ждете, пока это завершится до конца. Вы можете ее остановить, и она остановится. Продолжите. Это просто... Как это сделать вообще в конце концов, я не понимаю. Но наши разработчики, мистеры, гениальные люди, это смогли сделать. Подходим к театру, и сейчас здесь еще одно задание. Нажимаем на Е, и это карточка. И надо провести с определенной скоростью, чтобы все бы подошло. Так. Вот какую скорость, конечно, нужно использовать? Это уже хороший вопрос. О, получилось. То есть, вот такие вот задания, они улучшили играбельность этого режима. Потому что раньше это был реально геморрой. И поэтому... О, фиолетовый, ты думаешь, мы это не видим? Не тыкайте по нему, пожалуйста. Сейчас мы подходим к этому заданию. Нажимаем опять же на эту кнопочку, и выливаем наш бензин. Задание с скачиванием данных. Вы просто тыкайте на Е и ждете прогрузку анимации. Задание с цифрами. Помните, как это было геморройно раньше? Сейчас у вас показывается на экране. Сейчас мы это все исправили, и... Хватит убивать при меня. Так, и вы просто нажимаете на Е и выбираете цифры по списку. А самое главное, если вы ошибетесь, все заново. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так вот. Ну и последнее задание называется космос. Вы подбегаете, нажимаете на Е, и вы должны курсором сделать так, чтобы ракета улетела. Вот так вот это все задания, которые мы сделали для новой версии Among Us на новой карте под названием Palace. Если вы думаете, что заданий мало, то я вам показал маленькую часть из них. Нажимаем подсветкой заданий, и вот, это все задания, которые есть на этой карте. Просто повсюду, поэтому проблемы с тем, что не хватает заданий, либо они повторяются, они будут крайне редко. Понятное дело, я сделал очень короткую экскурсию по этой карте. А здесь есть еще очень много вещей, которые нужно показать. Но, я предлагаю сделать это вам. Соберитесь с друзьями, поиграйте в Among Us уже сейчас на Сабиршоке. Просто зайдите на сайт, выберите Among Us, выберите сервер, где нет людей, нажимите скопировать, скиньте его вашим друзьям, и к вам присоединятся люди. Играйте это все абсолютно бесплатно. Этот режим, он не может зарабатывать физически. Так, все, мы начинаем играть. Все, брата, поехали. Показываем уровень. Вау, вот эта карта. Ёб твою мать. Небо. Деревья. Это реально творец. Это что такое? Я, конечно, я все понимаю, смажил. На камерах? Смажил. Под тобой был труп. Ты думаешь, если бы я сделал килл, я бы сидел на камерах? Я не знаю, я, я, подожди, а чего ты так быкуешь? Почему ты быкуешь, смажил? Осталось 10% и игра заканчивается. А, электричество. Кстати, до этого электричество очень сложно добежать. Нужно зайти вот сюда. Дальше отсюда идти через все эти коридоры вот к этому месту. Все, мы отзываем. Слово шоу. Это муторя, коза. О, я тебе говорю, че. Это я был. Так, я и Коля. Коля, если что, это мой монтажер, который будет монтировать это видео. Это хорошая идея с ним сейчас скоперироваться. Синие. Кстати, убив здесь, за мной сидят почти все игроки. То есть здесь окна, здесь все открыто, поэтому в этом-то и сложность. Так, я сейчас подошел сюда, включаю электричество. Меня никто не видит. Белый, кто это? Убиваю. Черт, только не это. Только не это. Только не это. Не подходи сюда, нет? Иди сюда, не смотри туда. Чел, чел был у барной стойки в коридоре. У барной стойки стоял вроде бы я, фандер и еще. Короче, я видел красного. Красная фокалка у вас со мной. Это был Коля, боже. Давай, давай. Он сейчас не поймет, куда бежать. И я его убиваю в этот момент. Это же никто не видел. Но это не должны были видеть. Так, ребят, я нашел труп на фонтане, на улице, ну, в центре дома. И я по камерам смотрел, там вообще синий рядом просто прыгал мимо трупа. Я не видел сам процесс убивания. Я не понял. Убивание. Убивание. У нас всю катку, у нас всю катку идут разговоры только о черном, о синим и обо мне. Вы забыли, что у нас существуют еще зеленые, розовые и оранжевые. Просто забыли. Дальтоники. Со стажем. На кого он гнал? На черного? Он гнал на синий. Он на всех гнал. Он гнал. Что? Вова, 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 где сейчас был труп? Я не знаю, я на фонтане стоял А я кнопочку нажал, Эрик Вова просто прописал плюс лефт, он в центре, убийство было у центра Вова просто стоит плюс лефт Ты знаешь, что убийство в центре Найс, найс Ну а сейчас серьезно, я не знаю, зачем мы это сделали По сути, мы с этого не заработаем Мы никак не монтизируем эту игру Мы даже с подписка премиум ничего не предлагаем в этой игре Но если тебе хочется нас поддержать Просто расскажи это своим друзьям Мы сделали пост на реддите и в твиттере И я оставлю ссылочку в описании Я надеюсь на твою поддержку Нам она очень сильно нужна Чем больше будет движухи, тем быстрее мы сможем развиваться во всем мире С тобой был я, Эрик Шоков Советую тебе поиграть с друзьями в этот режим Тебе он точно понравится Пока